Привет! Сегодня будем печь маковые булочки или маковые рулетики. Назвать их можно по-разному, но они одинаково вкусны. Для их приготовления нам нужно теплое молоко, дрожжи, сахар, яйца мы делим, отделяем от двух яиц белок, два желтка и один белок, добавляем в тесто, размешиваем, соль, количество ингредиентов написано под видео, все это смешиваем, добавляем муку, можете не сразу добавлять, а частями, если не уверена в своей муке, замешиваем до однородности минутки 2-3 и потом добавляем мягкое сливочное масло, не растопленное, а именно мягкое и теперь окончательно замешиваем тесто, на его замес вручную уходит минут 15, тесто должно быть очень хорошо вымешано, вот такое, смотрите, абсолютно гладкое, стенки посуды остаются чистыми, тесто не липнет к рукам, но оно мягкое, закрываем его пленкой или полотенцем и оставляем на час-полтора, сделаем начинку, мак, сахар, крахмал желательно кукурузный, если нет, пойдет и картофельный, белок от яйца, который мы оставляли, все это смешиваем и в конце добавляем опять же мягкое сливочное масло, все, это простейшая такая заготовка, есть более сложная и вкусная, ссылочку я оставлю на нее, я уже показывала, тесто за это время подошло, оно очень пластичное, смотрите какое, все пропитано воздухом, пузыри идут, выкладываем его на стол, выгоняем воздух, для этого просто складываем растягиваем, вот так и делим тесто пополам, одну часть положим пока в чашку назад и закроем, чтобы не заветрилось, а вторую часть делим и начинку пополам, ну приблизительно, раскатываем из теста прямоугольник, тесто буквально пищит под скалкой, смотрите какие пузырики, раскатали прямоугольник, где-то сантиметр толщиной, раскладываем начинку, разровняли, прикатали ее скалкой, вот так чуть-чуть и теперь нам нужно сделать рулетик, скручиваем плотненько, чтобы желательно воздух туда не попадал, чтобы дырочек не было, плотно вот так, края мы защипываем, и теперь чуть-чуть прокатаем по столу еще, теперь можно разметить, если глазомеру не доверяете, разметить просто на части, булочки могут быть маленькие, могут быть побольше, я сделаю и побольше и поменьше, резать их можно ножом, я предпочитаю резать ниткой, это более ровный разрез и не мнет, не портит форму булочки, вот так раз и ровненько, нож все-таки сминает, какой бы он острый не был, противень застеленный бумагой для выпечки, укладываем на небольшом расстоянии друг от друга наши булочки, накрываем их полотенцем и оставляем растаиваться минут 15-20 в теплом месте, просто на столе, прошло 15 минут, булочки увеличились в размере, здесь видите и маленькие и побольше такие, теперь мы их смазываем желток разбавленный водой, сначала сверху, потом по бокам смазываем и ставим заранее разогретую до 180 градусов духовку, выпекаем 20-25 минут, булочки готовы, можно их так и оставить, но можно сделать глазурь, я сделаю шоколадную глазурь в данном случае, молоко, сахар, порошок какао и масло на огонь, довели до кипения и булочки вот так раз чуть-чуть окунули и на решетку, вот пускай стоит и застывает, полки мягкие, они теплые булочки, не ждем пока они остынут, вот такие, их надо поставить в холодильник на какое-то время, чтобы глазурь застыла, тогда она не будет липнуть к рукам и ее удобно будет резать, вот я разрезаю, смотрите, уже глазурь застывшая, вот такой разрезик получился, для любителей маковой выпечки это прелесть, все, спасибо, что заглянули ко мне, приходите еще и делайте Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...